Продолжение следует... 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 Ну, вот те особи, которые необходимы. За время сначала обмена, сколько людей удалось обменивать? За время, ну, смотрите, с того часа, когда я в Координационном штабе, вот, когда я был, зроблено обмена 17, так, 22 особи. Ну, то, что вот, до меня, я вам важно так скажу. Меня зовут Харьба Тетяна, я родная сестра Сергея Волинского, морского пехотинца. Сегодня мне посчастливилось быть присутствием на обмени. Это невероятные просто эмоции. Дуже приятно видеть очи хлопцев. Мы очень благодарны Координационному штабу и Головному управлению разведки за их работу. Мы сподіваемся, что дальше результаты будут еще большими, еще хорошими. И впевнены, что тяжкая работа будет вести до доти, пока каждый герой не повернется домой. Расскажите, поддерживаете связь с братом? Получается, как-то? Нет, мой брат не выходил на связь совсем. Где он находится, так же мне неведомо. 20 травня, последний раз, он вышел на связь еще с территории захода Азербстана. Поэтому мы очень ждем. Как давно вы повернулись с Паланом? Я повернусь с 10 червня, был обменен на 11 обмени на Миколаевском направлении. Цей обмени произошел благодаря нашему координационному штабу. Это Мистевич и всеукраинский координационный штаб? Чем уникальный цей направлении? Тим, что этот канал, по сути, был запущен, в том числе, благодаря моим контактам с губернатором. Я, когда опинился в Палуне, 10 березня этого года, потом уже связался с губернатором, с доверной особой губернатора. И, соответственно, был создан этот направлении. Потом этот канал набух статус официального. Был создан специальный координационный штаб. Там очень сложная процедура, но я рад, что есть возможность вытягивать наших ребят из Палуна. Расскажите про вас в Палуне. Сколько вы там часу провели, как до вас ставилися окупанты? Я провел там рівно три месяца. Это 93 дни. С 10 березня по 10 червня. Найбільш сложным периодом были первые два недели. У меня были обморожены ноги. У меня была очень сложная ситуация с убитым. Потому что я потрапил в подроздие, до десантников, в полон. Те, которые больше страждали от определенной деятельности, которую проводил я и члены моей громады, тогда, когда был наиболее напряженный момент по обороне Миколайва. Что вы делали эти три месяца? Что с вами делали эти три месяца? После Чернобаевки я был в очень сложном состоянии физическом состоянии. Меня в Новом Каховке даже направили до военно-шпиталя. Я там проходил певную реабилітацию, потому что я не мог ходить, было сложно восстановить. Первым обменяли моего водителя, это 23 березня. И уже потом меня направили в блок для цивильных людей, в Новом Каховке, в одном из помещений Ново-Каховской полиции. Там уже не были, там уже было, скажем так, нормальное отношение. И уже потом просто ждал, когда меня обменяют. Дуже сложный был переговорный процесс конкретно по мне, потому что было у россиян не понимание, кого они держат в полонии. За меня конкурировало декілька их структур, сначала, как за полоненого. И только, знаете, особистое втручание нашего губернатора, Акима Виталия Александровича, и также великой кількости народных депутатов Украины, в том числе Игоря Володимировича Копитина, меня смогли вытягнуть из полону, вернуть в мою громаду, которая сейчас, по сути, это лінія фронта. Продолжение следует...